Добрый день, уважаемые студенты! Разрешите представиться. Меня зовут Гладкова Инна Александровна, старший преподаватель кафедры социологии и управления. Я прочитаю вам лекцию по дисциплине психология. Психология — это наука, которая изучает закономерности развития и функционирования психики. От греческого «психия душа» — логос наука. Объектом психологии является человек, предметом психологии является психика. Психика — это внутренний мир личности, который возникает в результате активного отражения внешнего мира. Здесь на слайде представлена психия, которая у нас символизирует как раз психику, душу человека. Психология является одной из самых молодых наук. Первоначально она развивалась в рамках философии, но оформилась как самостоятельная научная дисциплина в 1879 году, когда немецкий психолог Вунд обосновал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии. В качестве основного исследовательского метода был избран метод интроспекции или самонаблюдения, организованного по определенным правилам. И начиная с этой даты психология стала экспериментальной наукой. Целью исследования, которое проводили ученые, было получение данных о структуре сознания через выделение его чистых элементов. И в связи с этим научное направление школы Вунда получило название структурализма. Почти в тот же временной период в Соединенных Штатах Америки развивается направление, которое получило название функционализма. Начало ему положил Вильгин Джеймс. Психология определялась как наука о деятельности сознания. И сознание рассматривалось как неделимый поток, динамическое целое. И процессы сознания обеспечивают адаптацию человека к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Также важным направлением психологии является бихевиоризм. От английского Bihar — поведение. Это одно из ведущих направлений психологии, которое получило широкое распространение в различных странах, также в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. Родоначальники Тарндайк и Отсон. Основное положение бихевиоризма — психология должна изучать поведение, а не сознание, психику, которую в принципе ненаблюдаемы непосредственно, поэтому исследовать их проблематично. Поведение понимается как совокупность отношений, стимул, реакция. Вот эта формула стимул-реакция, она является классической. И, в общем-то, зная силу действующих раздражителей, началка, зная, учитывая его прошлый опыт, можно легко предсказать его поведение. Следует отметить, что бихевиоризм внес большой вклад в плане разработки теории обучения, воспитания. Вот здесь его основные достижения. Психоанализ. Ну, одно из самых, наверное, популярных направлений психологии, все так или иначе знакомы с ним. Этим понятием обозначается как метод психотерапевтический, который был разработан в школе Фрейда, так и само учение, как уже было сказано выше. Основоположником психоанализа является Зигмунд Фредд. И он считал, что, прежде всего, нужно исследовать бессознательные психические процессы и его взаимосвязи с сознательной психикой человека. На слайде представлена структура психики человека. Ид — это бессознательная. Эго — часть психики, которая взаимодействует с внешним миром. И суперэго — это совокупность правил, норм поведения, которые человек усваивает в процессе воспитания. Как видим, что на бессознательное приходится около 90%. То есть это основной пласт. Ученик Фрейда Адлер полагал, что в основе поведения лежит сильное чувство неполноценности, которое возникает у ребенка в раннем детстве. И, в общем-то, последующее развитие личности направлено на преодоление этого сильного чувства неполноценности. Также к психоаналитическому направлению относятся учения Юнга, который ввел понятие коллективного бессознательного. Это те архетипы, образы предков, которые наследуются, и которые также влияют и на поведение человека, и на его психику. И, в общем-то, он предложил концепцию аналитической психологии, которая признается именно роль бессознательного в виде архетипов. Гештальт-психология — одно из крупнейших направлений в зарубежной психологии. Оно разрабатывалось в Германии. Его основоположниками Вертгеймер Келлер являются, ну и другие ученые. И оно исследовало высшие психические функции. И, в общем-то, именно они, восприятие, мышление, рассматривались как целостные структуры, которые первичны по отношению к своим компонентам. Ну, очень такое сложное направление, которое в основном изучает именно познавательные психические процессы. Гуманистическая психология, или другое название — экзистенциональная, это направление, которое признает своим главным предметом исследования Личность как уникальную целостную систему. И, в общем-то, самым известным представителем этого направления является Маслоу, который обосновал иерархическую структуру потребностей человека, выделив пять уровней. Базу составляют физиологические потребности, затем следующие потребности в безопасности, социальные потребности, потребности в уважении. И высший уровень — это потребности в саморазвитии, в самореализации. По мнению ученого, только 1% людей достигают вот этого высокого уровня, которые реализуют свои потребности, и, в общем-то, их наибольший вклад вносят в развитие человечества. Также несколько рассмотрим положение отечественной школы. Нашим выдающимся психологом является Лев Семенович Выгодский, который сформулировал концепцию о происхождении природы высших психических функций. Основная мысль этой концепции заключается в том, что психическая деятельность строится по образу внешней деятельности. И специфические для человека высшие психические процессы, они происходят из форм речевого общения и опосредованы знаками, прежде всего, знаками языка. Они развиваются в процессе учения. И обучение, по мнению ученого, является основным ведущим процессом, который ведет с собой психическое развитие личности. Также значимый вклад в развитие психологии внесли такие отечественные ученые, как Алексей Николаевич Леонтьев и Сергей Леонидович Рубинштейн. Они также рассматривали концепцию деятельности и подчеркивали происхождение психической деятельности не только из форм общения, но также из других форм деятельности, причем не только происхождение из них, но и дальнейшее существование внутривнешней предметной деятельности в качестве обеспечивающего ее внутреннего механизма. И теперь рассмотрим структуру психологии как науки. Здесь можно выделить общую психологию, а именно психологию познавательных процессов и психологию личности, и специальные отрасли психологии. Методы психологии. Самым древним, самым доступным методом является наблюдение, и ученые в своей исследовательской деятельности используют несколько видов наблюдения. Ну, например, оно может быть стандартизированное, которое проводится по специальной программе, может быть свободное. Оно может быть внешнее, может быть внутреннее. Но с внутренним самонаблюдением мы уже познакомились с вами, когда рассматривали метод интроспекции. Метод опроса, устный, письменный, также как по аналогии с наблюдением, может быть свободный и стандартизированный. Достаточно специфическим методом исследования психологии являются тесты. Стандартные задания, которые имеют шкалу значений и измеряют количественные и качественные индивидуальные различия между людьми. Они бывают разных видов, бывают тесты-опросники, тесты-задания, бывают проективные тесты. Специфика проективных тестов в том, что они работают с неструктурированным материалом, на котором проецируется психика человека и проявляют свои индивидуальные особенности. Конечно, как и в любой науке, ведущую роль занимает метод эксперимента, и здесь выделяют два больших таких вида. Это естественный эксперимент, который проводится в обычных условиях, и лабораторный, в специально созданных условиях, специальным оборудованием. Например, такого лабораторного эксперимента — исследование эмоциональности мужчин и женщин. Есть такая точка зрения, что женщина более эмоциональна, чем мужчина. На самом деле, экспериментальное исследование, которое заключается в том, что датчики, которые регистрировали частоту сердечных сокращений, кожно-гальваническую реакцию, артериальное давление, именно эти явления изменяются, когда человек испытывает ту или иную эмоцию, показывают, что никаких различий в силе эмоций, в их яркости между мужчинами и женщинами нет. Различие заключается в том, что мужчины просто это не проявляют. Экспериментальный метод позволяет это выявить. Также используется в психологии метод моделирования, например, математическое, техническое, логическое, кибернетическое. Теперь перейдем к рассмотрению психических процессов. И начнем с познавательных психических процессов. Здесь у нас ощущение, восприятие, воображение, внимание, память, мышление, речь. Начнем с самого элементарного, простейшего психического процесса – ощущение. Это отражение отдельных свойств предметов при непосредственном контакте с органами чувств. И в зависимости от тех рецепторов, от тех органов чувств, которые работают, выделяют ощущения зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, кожные, тактильные, вкусовые. Понятно, что с физиологической точки зрения основу ощущений представляет собой деятельность анализаторов. Анализатор – это рецептор, воспринимающий нервная клетка, проводящий нервные пути, центр головного мозга, который анализирует поступившую информацию, нисходящие нервные пути и эффектор, который реализует команду, которую посылает центр из головного мозга. Существует большое количество ощущений, как было уже сказано, они обладают определенными свойствами. Но следующий, более сложный процесс – это восприятие. В отличие от ощущений, которые нам дают отдельную характеристику предметов или явлений, тех или иных аспектов, восприятие дает нам картинку в целом. То есть это отражение предмета в целом, при их непосредственном контакте с органами чувств. Здесь представлены виды восприятия в зависимости от формы отражения, восприятия пространства, восприятия времени, восприятия движения. В зависимости от поставленной цели и волевых усилий можно выделить восприятие преднамеренное или произвольное. То есть когда мы ставим цель воспринимать ту или иную информацию и ее воспринимаем. Ну bijvoorbeeld, как это происходит в процессе слушания лекции. И непредамеренное восприятие, которое происходит само по себе. То есть мы не ставим себе такой цели, но информацию эту воспринимаем. В зависимости от степени организации восприятие может быть организованное наблюдение, может быть неорганизованное. Конечно, как и с ощущениями, можно выделить индивидуальные различия в протекании этого процесса. Например, есть люди, у которых преобладает аналитический стиль восприятия. они уделяют большое внимание деталям, они очень внимательны и не упускают никаких мелочей. А бывает синтетический тип восприятия, который как бы картинку в целом рисует. Кроме того, можно выделить полезависимое восприятие, поленезависимое восприятие, полезависимое, которое зависит от внешних условий, а поленезависимое умение удержать цель, независимо от каких-то внешних помех. Например, при отборе в летную школу обязательно этот стиль восприятия оценивают у будущих пилотов и предпочтения отдают лицам, у которых стиль восприятия поленезависимое. Свойства восприятия. Первое свойство — это целостность. Восприятие всегда дает целую картинку, то есть независимо от того, есть все составные детали или нет, мозг достраивает ее. Второе свойство — предметность. Мы воспринимаем окружающий мир в виде предметов. Третье свойство — константность. Восприятие постоянной предметы мы воспринимаем как неизменной. Вот почему, например, родителям практически невозможно заметить, как растут их детки, потому что они их видят постоянно. Здесь срабатывает как раз свойство константности восприятия. Тогда, например, как человек, который некоторое время не видел ребенка, он сразу видит те изменения, которые с ним произошли. Четвертое свойство — избирательность. Это преимущественное выделение одних предметов по сравнению с другими. Вот, кстати, вот эти картиночки, которые здесь представлены на слайде, они как раз и демонстрируют нам свойства избирательности восприятия. То есть кто-то может увидеть здесь вазу, а кто-то может увидеть профили. Здесь можно увидеть, допустим, женщину, да, ванфас, а здесь фигурку мужчины. То же самое здесь. Или профиль пожилой женщины, или молодой женщины. То есть все зависит от избирательности восприятия. И на самом деле, конечно, благодаря этому свойству восприятие каждого человека, оно уникально, необычно. И даже когда мы воспринимаем одну и ту же ситуацию, картинку, которую видит каждый из нас, она будет очень сильно отличаться. Пятое — осмысленность. То есть все, что мы воспринимаем, мы пытаемся как-то объяснить, придать этому смыслу. И шестое свойство — неизменная информация не удерживается в сознании. Ну, например, если вы будете повторять там в течение 10, 20, 30 раз одно и то же слово, то через определенное количество времени вы потеряете смысл. То есть эта информация, она ускальзывает из сознания. И вот, кстати, эта техника возникновения медитативного состояния, она широко используется, например, ну вот в гипнозе тоже, когда одно и то же повторяют, человек отключается из сознания, и тогда мы можем уже воздействовать непосредственно на подсознание его. Следующий процесс познавательный — это внимание, сосредоточенность психической деятельности на каком-либо из объектов восприятия. Также, как по аналогии с восприятием, внимание бывает произвольное, которое связано с постановкой цели и наличием волевых усилий. Внимание бывает непроизвольное, которое вот как бы само по себе привлекается. Ну, например, если раздражитель очень сильный, очень яркий, очень необычный, вот непроизвольное внимание преобладает у деток. Не случайно возраст, вот в школу берут с 7 лет, именно в этом возрасте начинают созревать лобные доли коры, и внимание становится произвольным, и ребенок 45 минут уже может высидеть на уроке. Раньше это просто бесполезно. Также бывает внимание послепроизвольное. Чтобы понеснить, что это такое, можно привести такой пример. Предположим, вы решаете какую-то сложную задачу по математике. Вначале вы заставляете себя это делать, вот не хочется, вы поддерживаете внимание волевыми усилиями. В этом случае внимание ваше произвольное. Но потом вы увлекаетесь процессом, у вас начинает что-то получаться, и внимание становится послепроизвольным. Свойство внимания. Устойчивость, то есть это степень сосредоточенности, длительность сосредоточения сознания на объекте. То есть у кого-то внимание бывает устойчивое, человек может долго и продуктивно трудиться и не отвлекаться. У кого-то менее устойчивое. Следующая переключаемость. Это способность переключаться с одного вида деятельности на другой. Переключаемость зависит от такого свойства нервной системы, как подвижность. То есть у людей, у которых нервная система подвижная, хорошая переключаемость. Внимание. У тех, у кого нервная система более инертная, могут быть здесь небольшие проблемы. Но им будет требоваться просто больше времени для того, чтобы выключиться с одного вида деятельности и включиться в другой. Отвлекаемость, умение отвлекаться. То есть без этого тоже невозможно было бы протекание всех психических процессов. Объем внимания. Это количество предметов, которые мы одновременно можем удерживать в поле внимания. Как правило, это 7 плюс минус 2. Ну, например, когда исследуют кратковременную память и внимание у деток маленьких, как правило, ставят 7 где-то игрушек, ну или 5 игрушек, в зависимости от возраста. Ребеночек отворачивается, какую-то игрушку прячет, и потом смотрит, что изменилось. Больше нельзя, потому что объем внимания у нас в этом плане ограничен. Концентрация, степень сосредоточенности сознания на объекте. И распределение — это возможность выполнять одновременно несколько видов деятельности, работать с двумя или более предметами. Вот опыт показывает, что совершенно великолепное распределение внимания демонстрируют студенты, которые могут одновременно лекцию писать, разговаривать, еще что-то делать. Следующий психический процесс, который мы с вами рассмотрим — память. Совокупность процессов запоминания, хранения, воспроизведения и забывания информации. Память — это тот процесс, который как бы обеспечивает единство процесса прошлого и настоящего будущего. Виды памяти. Можно классифицировать память по разным основаниям, по наличию волевых усилий. При запоминании материала можно выделить память произвольную и память непроизвольную. Эффективность произвольной памяти зависит от цели запоминания, от установки, которую ставит человек перед собой. Например, если вы ставите установку «Сдать экзамен и забыть», так оно и будет. Если вы ставите установку, что вам пригодится это в профессиональной деятельности, то вы запомните материал гораздо прочнее и на более длительный срок. Зависит также от приемов заучивания. Очень важно устанавливать смысловые связи в запоминаемом материале, понимать его смысл, логику изложения. Тогда запомнить это легко. Кроме того, рекомендуется подключать как можно больше видов памяти — слуховую, зрительную, двигательную. В этом плане написание шпаргалок очень полезно, потому что подключается память моторная, память зрительная. И если вы еще это повторяете, слух и память слуховая. И тогда вы запоминаете материал очень хорошо и прочно, и даже можно не пользоваться шпаргалками на экзамене или на зачете. Следующий познавательный процесс мышления — обобщенное, опосредованное отражение действительности в наиболее существенных связях и отношениях. По развитию в онтогеназе выделяют наглядно-действенное мышление, которое оперирует с предметами во внешней сфере. Этот вид мышления начинает развиваться у детей в возрасте от года до трех. Дальше формируется наглядно-образное мышление, которое оперирует уже с образами. И более высокий уровень словесно-логическое, которое оперирует с понятиями. Посредством действия мышление бывает вербальное и невербальное. Кстати, обратите внимание, вот IQ-тесты, там тоже задания делятся, как правило, на две большие группы. Вербальное — это оперирование с понятиями, и невербальное — продолжить цифровой ряд. Или подбери фигуры, исключи лишнее. По степени рефлексии мышление бывает рефлексивное, осознаваемое и интуитивное, когда в свернутом виде готовый результат решения проблемы нам появляется. По степени новизны получаемого продукта мышление бывает репродуктивное, воспроизводит то, что уже известно, и продуктивное, когда создает принципиально новый интеллектуальный продукт. Познавательным процессом является воображение. Оно тоже делится на пассивное, активное, воссоздающее и творческое. Вот здесь представлены различные виды воображения. Пассивное воображение, к нему отetzло сновидение, воссоздающее воображение, создание образа по его описанию, творческое воображение, создание новых образов, которые требуют отбора материала, проявления каких-то необычных творческих способностей и мечта. Это вид творческого воображения, который связан с осознанием желаемого будущего. Эмоционально-волевые психические процессы. Наряду с познавательными процессами, благодаря которым мы познаем окружающий мир, есть эмоционально-волевые процессы. Эмоции — это психическое отражение в форме непосредственного переживания, отношения человеку к себе, к миру, к другим людям. Слово «эмоция» происходит от латинского «emovra», что значит «волновать», «потрясать». У нас в отечественной школе исследование эмоций проводил ученый Симонов, и вот он предложил формулу эмоций. Эмоция равна потребности умножить разность информации, которая необходима для удовлетворения потребности, информации, которую человек располагает. По этой формуле можно определить и ситуации, в которых эмоции не возникают, и можно определить и ситуации, в которых эмоции будут максимальны. Но мы, как видим, если потребность равна нулю, эмоция равна нулю. Если информация, которая нам необходима для удовлетворения потребности, информация, которую мы располагаем, равна, то тоже эмоции не возникает. И, наконец, эмоция максимальна, когда потребность существует, но совершенно нет информации о том, как ее удовлетворить. То есть эмоция как бы компенсирует информационный дефицит. Функции эмоции. Эмоции на самом деле нужны. Первая функция — это приспособительная. Благодаря эмоции мы адаптируемся к окружающему миру. Эмоции также являются сигналом разрушительного воздействия или, наоборот, благоприятного воздействия на наш организм. Эмоции выполняют оценочную функцию, регуляторную функцию. На регуляторной функции можно остановиться немножко более подробно. Предположим, вам предстоит какое-то сложное задание, решение контрольной работы или вы сдаете экзамен. Если вы будете очень-очень сильно волноваться, то результат вашей деятельности будет не очень хороший. То есть на самом деле для любого вида деятельности, для любого человека, у каждого индивидуально существует определенный оптимальный уровень эмоционального возбуждения, при котором результат будет самый лучший. Если эмоциональное возбуждение более высокое, то деятельность дезорганизуется, результат будет низкий. Если эмоциональное возбуждение более низкое, то нам скучно, апатия, у нас нет интереса, и результат тоже будет низкий. Поэтому важно найти тот оптимум, при котором результативность будет максимально. Также эмоции выполняют коммуникативную функцию. То есть благодаря эмоциям мы общаемся, мы понимаем эмоциональное состояние другого человека, мы подстраиваемся к партнеру по общению и можем успешно передавать ту или иную информацию. Вот здесь представлены виды эмоций, существует огромное количество видов эмоций. Но здесь основные базовые — грусть, радость, страх, стыд, гнев, скука, интерес, отвращение, восхищение, обиды, удивление, удовольствие. Здесь как раз форма теста для детей младшего школьного возраста, которые следуют их эмоционально-волевую сферу. Также можно выделить эмоции положительные и отрицательные по знаку, эмоции стынические, которые мобилизуют энергетические ресурсы, силы организма, и наоборот эмоции астынические, в результате которых у человека нет сил, подавляют. Следующий вопрос — формы выражения эмоций. Существуют внешние формы выражения эмоций, вот здесь представлены на слайде, это мимика. И существуют внутренние формы проявления эмоций, это физиологические изменения в организме, которые сопровождают ту или иную эмоцию. К ним относятся изменения частоты сердечных сокращений, изменения артериального давления, изменения кожно-гальванической реакции и целый комплекс физиологических показателей. Что касается внешних форм выражения эмоций, то частично они являются врожденными. То есть уже на 15-й, даже 20-й неделе эмбрионального развития закладываются все мышцы, которые отвечают за мимику. И уже начиная с 20-й недели, вот ребенок в утробе мамы уже какие-то эмоции демонстрирует. Он может улыбаться, может хмуриться. А потом, по мере того, как ребенок рождается, он видит образец в поведении эмоциональном папы, мамы, других взрослых значимых. И, повторяя за ними, учится, как проявлять свои эмоции. И о том, что действительно это так, что часть является врожденной, часть приобретенной, существует сравнение эмоциональных реакций детей зрячих и детей слепорожденных. То есть на первом этапе у них мимика абсолютно одинаковая. Ну, например, и зрячий ребенок, и ребеночек слепой в ответ на что-то, какой-то резкий стимул, да, он поднимет бровки, например. То потом эмоция детей зрячих, эмоция и мимика становятся более яркой, а вот слепорожденных сглаживается. А вот здесь как раз коммуникативная функция эмоций, она представлена в полном виде. Поскольку ребеночек не может нам сказать ничего словами, но мама видит по выражению лица, что же он хочет. И тем самым общаться. То есть невербальная сторона общения — это очень важно. Кроме того, люди разных культур всегда поймут друг друга, даже если они не знают языка, по выражению лица, по эмоциональному состоянию человека. И, в общем-то, легко найти взаимопонимание. Воля. Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, связанное с преодолением препятствий на пути достижения цели. Понятие воли было введено Аристотелем. И это действительно очень важный фактор, который способен изменить ход поведения человека. И, в общем-то, многие достижения людей связаны именно с силой воли. Ведь много примеров, когда люди, которые не обладали выдающимися способностями, но обладали очень сильной волей, добивались потрясающих результатов. И наоборот, когда человек одаренный от природы, но не прилагающий никаких волевых усилий, но он так и не развивает тот потенциал, который дан ему природой. В процессе психического развития ребенка происходит переход от непроизвольных психических процессов к процессам произвольным, которые связаны с волевым контролем. Следующий раздел — это индивидуально-психологические особенности. И начнем с темперамента. Темперамент — это комплекс врожденных индивидуально-психологических черт человека динамических проявлений психики. Подчеркну, что именно врожденных и определяющих динамику протекания психических процессов. Первая концепция, которая рассматривала сущность темперамента, это конституциональная теория. Автором являются Кречмер и Шелдон. Они считали, что тип темперамента зависит от типа телосложения. Например, есть такой тип телосложения, как лептосоматик, атлетик, пикник и диспластик. И у каждого из них есть свой тип темперамента. Как только возникли эти теории, они стали же объектом острой критики, поскольку слишком уж все сводилось к типу телосложения. Но на самом деле, последние исследования в области психогенетики показывают, что в этих теориях было рациональное зерно. Но на самом деле, в соответствии с концепцией Павлова, темперамент зависит от свойств нервной системы. Холерик — это сильный, неуравновешенный, подвижный тип высшей нервной деятельности. И поэтому такие люди, они очень вспыльчивые, раздражительные, активные, энергичные. А у флегматика в основе его типа темперамента лежит сильный, уравновешенный, инертный тип высшей нервной деятельности. Поэтому они очень спокойные, медлительные, рассудительные. Им трудно начать какую-либо деятельность, трудно раскачаться. Но зато, включившись в процесс, они работают очень долго и эффективно. Меланхолик — слабый, неуравновешенный, инертный тип высшей нервной деятельности. Такие люди очень чувствительные, впечатлительные, очень ранимые. Они не стрессоустойчивы. И результат их деятельности в ситуации стресса гораздо ниже, нежели в спокойных, благоприятных для них условиях. Сангвиник имеет сильный, уравновешенный, подвижный тип высшей нервной деятельности. Такие люди очень общительные, жизнерадостные, активные, энергичные. Следует отметить, что в чистом виде темперамент встречается очень редко, чаще всего бывает смесь типов. Характер. На основе врожденных особенностей, которые определяет темперамент, формируется характер. Характер, в отличие от темперамента, это комплекс приобретенных, устойчивых, черт личности, которые определяют отношение человека к различным явлениям действительности. Следует отметить, что чрезмерная выраженность отдельных черт характера, называется акцентуация характера, она наблюдается по разным оценкам у 20-50% людей. И вот здесь очень важно различать акцентуацию характера от патологии характера, психопатии. Существуют три критерия, по которым это различие можно проводить. Первый критерий. Акцентированный характер наиболее ярко проявляется в подростковом возрасте, а затем он сглаживается. Тогда как патология характера или другими словами психопатия, она проявляется на протяжении всей жизни и с возрастом только усиливается и усугубляется. Второй критерий. Черты акцентуированных характеров проявляются не в любой обстановке, а в особой для каждой акцентуации. Так называемое место наименьшего сопротивления. И для каждого типа акцентуации оно свое. Психопатия проявляется в совершенно любой обстановке. Третий критерий. Это социальная дезадаптация. Социальная дезадаптация наблюдается для психопатии. То есть человек не может нормально учиться, работать. То есть у него здесь возникает определенное затруднение. А в случае акцентуированного характера, даже если есть какие-то элементы социальной дезадаптации, то они кратковременно и быстро компенсируются. И вот здесь представлены типы акцентуации. Первый тип это психостенический. Он характеризуется тем, что человек склонен к самоанализу, рефлексии, характерно повышенная самокритичность, робость, тревожность, мистельность. Могут возникать какие-то навязчивые страхи, нерешительность. Очень сложно для такого человека принять решение. Он постоянно будет сомневаться, он постоянно будет просматривать различные варианты. А так ли я поступила? Можно было по-другому. Вам, как будущим управленцам, конечно, очень важно этот радикал характера выявлять. И если у вас подчиненный такого типа, ни в коем случае нельзя ставить его на какую-то ответственную должность, которая связана с принятием решения, особенно в стрессовой ситуации, потому что человек такого типа, он не справляется. Но с другой стороны, он очень ответственный, он очень надежный. То есть если вы поручаете ему какую-то работу, будьте уверены, что он все сделает, все вовремя, в срок. Он не допускает безответственного отношения к работе. И самое главное его поощрять. Здесь не бывает много похвалы, но и не допускать критики. Даже если вы видите, что что-то не так, он делает очень мягкой форме, тем, чтобы не ранить этого человека, потому что у него и так самокритика зашкаливает. И критика, просто накладываясь на высокий уровень самокритики, приводит к негативным результатам. Гипертимный. Если мы переведем с латыни, гипер, много, тимус активный, много активный. Очень активный, очень энергичный, жизнерадостный, общительный человек, который имеет массу увлечений, массу знакомых. Но все очень поверхностно. Общается он, не может общаться долго с одним и тем же человеком, ему становится скучно, ему постоянно нужно разнообразие. И также из деятельности дело обстоит, он не может долго заниматься одним и тем же, ему нужна постоянно смена. Поэтому, вот если вы берете на работу человека с ярко выраженным гипертимным типом характера, то будьте готовы, что он недолго у вас задержится. Но исключение составляют те ситуации, когда вы предоставите ту работу, которая подходит ему, а именно общение с людьми, активная, организаторская работа. Здесь он найдет себя. Но плюс в том, что они очень стрессоустойчивые, то есть они любую сложную ситуацию выдерживают очень хорошо. Шизоидный тип или по терминологии других авторов замкнутый или индивидуалистичный, его основная характеристика замкнутость, уход в свой внутренний мир, мир фантазии, переживаний, до которого трудно достучаться. Люди, как правило, обладают творческими способностями, у них какие-то необычные увлечения, необычные рассуждения. И, в общем-то, если высокие интеллектуальные способности и ярко выраженный шизоидный радикал характера, то можно прогнозировать успешность вот таких интеллектуальных видов деятельности, которые связаны с креативом. Но здесь нужно быть очень осторожным. Такие люди не могут работать по какой-то жестко установленной схеме. Им нужна свобода, свобода творчества. И чем больше вы будете их ограничивать, чем больше вы будете давить на них извне, тем хуже будет результат. То есть им нужно предоставлять свободу самовыражения. Эпилептоидный тип характеризуется тем, что накапливаются отрицательные эмоции, аффективные накопления. Он склонен к периодам злобно-тоскливого настроения, раздражения и к фиктивным взрывам, поиску объектов, на котором он эту злость сорвет. На самом деле, несмотря на такие негативные характеристики, у них есть очень много и положительных черт, а именно организованность, аккуратность. Они всегда очень четко соблюдают субординацию, а это хорошие контролеры. То есть та деятельность, которая предполагает контроль других, контроль за порядком, они будут здесь демонстрировать очень хорошие результаты. Но, конечно, эмоциональные взрывы их очень серьезны, и нужно всячески не допускать таких ситуаций, где он будет себя проявлять таким образом. Сенситивный тип, он похож на психостенический, он отличается чувствительностью, впечатлительностью, ранимостью. Как правило, какие-то необычные могут быть у них эстетические увлечения. Они склонны к длительному поддержанию отношений. То есть если, допустим, они с кем-то дружат, то это надолго, в отличие от гипертимы, который постоянно меняет своих знакомых, друзей. Они проявляют доброту, сочувствие, взаимопомощь. То есть человек всегда придет на помощь, он забудет о своих проблемах, поможет вам. Как работник, идеальный тип на исполнительской должности, но, безусловно, на должности, связанной с управлением, с распределением обязанностей, с контролем. То, с чем, допустим, эпилептоид справится великолепно, сенситивный тип, это для него будет очень сложно. Конформный тип характеризуется тем, что он не имеет своего мнения, не имеет своей точки зрения. Они всегда как бы мимикрируют под любое окружение. Вот они такие, какие все, быть как все, вот их основной девиз. И практически не проявляют свое «я». И здесь вам важно, если такой сотрудник или вот ребенок у вас, как у будущих родителей такого типа, важно то социальное окружение, в котором они развиваются. Потому что, если это хорошая среда, то и они все те ценности, которые приняты, усваивают и развиваются нормально. Если же не попадают в группу с асоциальное окружение, то тогда здесь возникают определенные проблемы. Циклоидный тип, он отличается тем, что есть периоды подъема, в которых он очень похож на гипертиму. Он активный, общительный, жизнерадостный. У него все получается, масса начинаний, и все он доводит до конца, и все успешно, и легко это все идет. А потом период спада, когда ничего не хочется делать, никого не хочется видеть. Настроение тоскливое. На самом деле, таких людей достаточно много. И можно привести пример Александра Сергеевича Пушкина, классический циклоид, и его стихотворение о временах года демонстрирует как раз нам вот эту цикличность. Помним, что у него период творческого подъема осень, болдинская осень в частности. А, например, вот весна, лето, период спада. Просто знать это за собой и верить в то, что за периодом спада будет период подъема. Истероидный тип, или другое его название, демонстративный, он любит привлекать к себе внимание. Их рассказы всегда очень яркие, образные, их всегда очень интересно слушать. Замечательные рассказчики, но они склонны к тому, чтобы что-то приврать, где-то что-то преувеличить. Они любят привлекать внимание к себе какой-то необычно яркой одеждой, необычным оформлением своего внешнего вида. И, в общем-то, такого человека достаточно легко уже по внешности определить очень яркая внешность, яркий стиль одежды. И, в общем-то, мы можем сделать вывод о том, что у человека в характере присутствует истероидный радикал. Их позитивные характеристики, то, что они очень эмоционально лоббильны, они пластичны, они легко и быстро осваивают любую социальную роль, легко вживаются в любой коллектив. Но минусы, то, что они очень поверхностны, они скорее работают на то, чтобы казаться, а не быть. То есть они могут производить очень хорошее впечатление, но когда мы знакомимся с ними поближе, мы можем разочароваться. Потому что это лишь яркая такая обертка, за которой ничего нет. И вот это, конечно, безусловных минус. То есть что-то серьезное им поручать, ответственное, но не стоит, потому что они к этому относятся достаточно неответственно. И они не способны выдерживать длительные нагрузки, долго, систематично, упорно трудиться. Та сфера, где они наиболее успешны, это актеры, это сфера шоу-бизнеса, модели. То есть там, где нужно демонстрировать себя. Там они будут находить себя. В заключении хотелось бы сказать, что существует огромное количество разнообразных типов характера. Нет из них хороших или плохих. Все зависит от того вида деятельности, которым вы занимаетесь. То есть для любого вида деятельности есть тот характер, который будет оптимально ей соответствовать. Спасибо вам за внимание. Наша лекция окончена.